МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии Натальи Хнатенко. Добрый день. Гомельская область сегодня представляет свой экономичный потенциал у Москвы. Презентация проходит в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси и России. Инвестиционный, экономичный и туристичный потенциал нашего региона представляет шерах предприемству и компании. В среде их свободная экономичная зона Гомеля-Ратон, Гомельский технопарк, предприемство мясомолочного холдинга, легкой промысловости, кондитерские фабрики. Так само заплановано проведение деловых перамов, презентации инвестпроектов и культурная программа с выставами и выступлениями творческих коллективов. Сегодня в Москве працует наша здымочная бригада. Репортаж летите завтра у выпусках новинов. До других тем. Обновленную зеленую карту презентовали у Гомеля. Гринмэп Биуай – проект, который працует с 2012 года. Он наполнен разностойной экологичной информацией. Ранее зеленая карта утрымлевала известки про пункты приему другосных материальных небеспечных отходов и мест, куда можно отнести старые речи. Гэта информация захована и актуализована. До того ж дадзена новая. Сегодня на карту нанесены у всех городов Беларуси. А кроме того, у шести областных центров, у Тымлику и у Гомеля з'явились еще три информационные пласты. По-перше, дадзены об организациях, которые представляют экологичную информацию, консультации и послуги. Гэта музеи, зеленые державные и громадские организации, природные лаборатории. По-другому, есть известки про объекты одновляльной энергетики, ветрогенераторы, солнечные установки, гидроэлектростанции. И, наконец, опошний новый пласт утрымлевает информацию об природных зонах у городах и поблизу от них. На карту нанесены парки от починку и особливо охованные природные территории. Зеленую карту можно найти по адресе GreenMap.by. Проект реализуется при поддержке ЕС, ПРААН и Министерства природных ресурсов и оховы новокольного сяродзя. Репетиции, выставы и пошук новых кулинарных рецептов. На Гомельщине началась подрихтовка до Международного дня пожилых людей, который означает «Першего костричника». Олег Сенцеров встретился с проживающими в интернате Васильевка. Дом-интернат для ветеранов войны, працы и инвалидов Васильевка створено на базе санатория с такой же назвой. Все это ему вспомнилось ровно 10 годов. Правда, никаких великих урочистовцев с этой нагоды тут не проводили. Зато и довольно активно рихтуются до дня пожилых людей. На переде Дни Свята сюда приехал и Иерей Андрей. Уже в 4-е годы у Васильевцы працуе православный храм, теряют наведывальников у перважной божести, праставники поколения, якое выросло в Советском Союзе. Правда, не глядячи на проводимую в той час пропаганду атеизму, многие из их стали верниками и теперь приходят сюда постоянно. Специфика проживания в интернате накладывает свой отбиток. Тут больше разложаешь об сенсе життя и за все ты памятаешь об своих родных и близких. Ежедневное посещение комнаты, каждый день, добровольно, в зависимости от того, кто желает прийти, подать записку о покоении или о здравии. Бывают и 3 человека, бывает и 6 человек. Это каждый день по желанию. А уже на праздники, уже кто желает, приходят на божественную литургию, присоединяются на нашем богослужении и уже это порядка 20-30 человек бывает. Некольких годов покой для храма не нашли особный покой. Богослужение в интернате, проходили помешкание клуба. Сегодня тут проходят репетиции. За дня пожилых людей, супрацовники Васильевки, рыхтуюсь концерт. У штате 78 человек. Это великая творчая сила. За репертуару сакрытого никто не робить. Однако покой глядача у зали нема. И она будет заполнена подчас мероприемством. Правда, и сами проживающие так само намного сдольные. И они уже организовали святочную выставу. Для до пешиха костричника я шею сейчас, а у людей с таким великим житевым опытом хапая идей. Хотя допомогать пожилым на Гомишне сегодня готовы не только в сенсе организации творческих планов. Зараз в регионе завершается программа по наближению умов проживания в интернатах до европейских стандартов, с мягчимостью предоставления местов для всех, кто мое в этом потребу. На сегодняшний день у нас в интернатах общего типа есть вакансии где-то порядка 90 мест. То есть всех желающих и кого необходимо, если он и не желает, но он дальше проживать самостоятельно не может, значит проблемы в поселении нет. Олег Синчеров, Яген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарычи промеры державной социальной подрымки пожилых людей в регионе сегодня пойдет размову в программе «Деалог». Гостем студии станет старшиня комитета по праце занятости социальной обороне гомельского облаканкама Петр Савицкий. Глядите «Деалогу» в промым эфире на телеканале «Беларусь-3» сегодня у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии 77-68-45. Третий национальный форум «Музей Беларуси» 30-го вересня с устрения удельников в Могилеве. Делегация Гомельщины селета станет самой массовой сирот областных. Наш регион представит 15 установ. Их работу будут оценивать эксперты из России, Литвы, Польши и других стран. Дарычи, попередние форумы для Гомельщины были поспеховыми. У Палацево-Паркового ансамбля гран-при у первого из них и право принять другим. Зекими чаканнями, экспонатами и проектами на этот раз отправляются на конкурс музея нашей области. Доведовалась Ганна Ковалева. Вот эта вот чернильница по легенде была подарена самим Сталином, своему приемному сыну. И пройдя и военное лихолетие, и послевоенное время, со временем она попала в наш музей. Подобным экспонатом может похвалиться далеко не каждый музей Беларуси. Это заховывается в фондах областного музея военной славы. В ближайшие дни яху выставить на третьем национальном форуме музея Беларуси, який пройдет с 30 вероятеля по другую кастричнику в Могилеве. А кроме чернильницы, на им представить и иншие речи Артема Сергеева, приемного сына Иосифа Сталина. У сего конкурсной экспозиции каля 30 предметов. А кроме того, музей позмагается за перемогу номинации «Лепший культурно-аддукационный проект». На суть жюры представить проект «Вяликая Айчинная» николе не забудем. В рамках этого проекта у нас проводятся различные мероприятия, включая массовые мероприятия. Это и наши музейные программы «Юный патриот», «Зорничка». Ряд других мероприятий общего плана. Значит, эта программа рассчитана на различные возрастные категории. Это и школьники, это и студенты. Так само у некольких номинациях на форуме выступит музей Гомельского палацево-паркового ансамбля. И у Першини у этой установы не будет выставлять соправданные артефакты и экспонаты. «Вы знаете, мы решили отойти от таких вот, ну, очень жестких канонов чисто музейных. То есть на предыдущих двух форумах мы активно использовали подлинные музейные предметы. Это мы тащили их в Гродно, выставляли здесь, в Гомеле, чтобы было уже немножко легче. В этот раз мы решили ограничиться, наверное, такими вещами, которые создают атмосферу музейную, но сами по себе не являются музейными предметами». Мебли, элементы интерьера и многое иншее. Культурная установа вырошила продемонстровать, у какой просторы и обстановцы редкие экспонаты поустают перед глядачом. Дорогие, такое незвычайное решение было принято не выпадково. В этом году девиз форум ухудшить так, руйнуючи стереотипы, переодолеваючи консерватизм. Гэтому слогану отповедает и конкурсный проект Палацево-парковых ансамбля под назвой «Великий музей для адапытливых сябров». Ен запущенный приклад на два годы тому, дякуючи ему проводить экскурсии у абсолютно новом формате, протягиваючи до истории и культуры детей навод дошкольного взрослого. Неординарно до дела у форуме подышел и Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова, на руне со звыклыми ручниками и сорочками, створенными по стародавних нехлебских традициях, супрационники музея представить сам строй ткацтва, повеличенный у сотни разов. Таким чином, глядач, сможет убачить тое, что разглядеть с неузброенным боком у вышивцы и ткацтве просто немогчимо. В один час надбалотка выставок, когда мы зрозумели, что человек, например, той же самой кашули, он не разглядит все швы, все крови, все вышивки, все эти дробные элементы, которые, ну, миллиметровые отлежности. И для того, чтобы больше досконало и искрово показать, были сделаны вот такие повеличенные фрагменты. То бух в оригинале, он будет, например, занимать полсантиметра на полсантиметра. Дарочу, в этом году нехлебская традиция ткацтва официально унесена в спис нематериальной духовной спадшины Беларуси. Подобными досягнениями на форуме поделятся и остатние установы. Для когостя ж новые досягнения и узнагороды принесе и сам форум. Однако завоевать перемоги в шматляких номинациях, по словах супрацовников музея, несут насть мероприемства. Куды важней гэта диалог помеж установами и профессийная оценка их працы специалистами сусветного узроуни. Это очень важно. Это обмен опытом, это обмен тем новым, что сегодня существует в сфере музейной деятельности, в сфере музейной индустрии, можно сказать, потому что сегодня музей активно вовлекается в рыночные отношения. И те услуги, которые они сегодня предлагают жителям города, туристам городам, они очень важны. И то, как сегодня это делается другими учениями, важно знать и важно изучать этот опыт. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телередо, компания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяхо вам доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова